Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске познакомимся с Западной Арменией, провинция Багеш. Актуальные проблемы Кавказского региона. В Степанакерте прошла конференция. США предупреждает от напряженности на границе Армении. Самая холодная весна за последние 30 лет в Западной Армении. Год Чаренца будет богат разножанровыми инициативами, посвященными великому писателю. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Провинция Багеш. Западная Армения охватывает северно-восточные части Ахдзника и Туруберана. В XVI веке существовали полузависимые курдские княжества. Известные вершины Немрут, Мартусар и Андог протекают реки Арацани и Тегрис. Провинция богата золотом, серебром, медью и углем. Накануне Первой мировой войны здесь проживало около 500 тысяч человек. В 1882 году проживало 250 тысяч армян, численность которых значительно уменьшилась из-за резни армян в 1895 году. Однако в 1914 году в провинции Багеш проживало около 240 тысяч армян. Армяне и ассирийцы подверглись турецкой резне во время геноцида армян 1915 года. В 1927 году осталось несколько сотен армян. В Степанакерцком университете имени Месропа Маштоца состоялась конференция «Актуальные проблемы Кавказского региона. Возможности и вызовы», организованная совместно с Центром экспертного содействия Южной Осетии и Центром международных исследований Кавказа в Российской Федерации. По словам проектора университета Алисы Багдасарян, конференция даст возможность представителям различных научных структур, помимо участия, подвести свои программы к событиям, происходящим в регионе. Историк Магера Рутюнян в ходе беседы сказал, что конференция направлена на противодействие всем посягательствам, осуществляемым пропагандистской машиной, соответствующих структур Азербайджана и Турции. В заявлении миссии США при ОБСЕ говорится, что трагическая гибель армянского солдата Грача Монасаряна 7 марта подчеркнула необходимость сдержанности и поиска комплексных решений всех существующих проблем путем активного дипломатического взаимодействия. «Мы призываем стороны добиться прогресса по гуманитарным вопросам, таким как освобождение всех пленных, обмен информацией для определения судьбы пропавших без вести и гуманитарное разминирование», – говорится в заявлении. Это звучит как предупреждение на фоне недавней эскалации в Иерасхе и Арцах. Одной из гарантий защиты может стать привлечение международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. По последним оценкам главного управления метеорологии, погода в Западной Армении в первые дни весны и совсем не весенняя. Почти повсеместно наблюдается низкая температура. Дожди ожидаются практически во всех регионах страны. Осадки будут особенно сильными в Константинопле, Муши и Багеши. Существует опасность схода Лавинск в высокогорьях, а также в восточных районах страны. За исключением берегов Средиземнего моря, холод ожидается на всей территории нашей страны. Различные мероприятия, посвященные 125-летию великого армянского писателя Ейше Чаренца, будут организованы не только в день его рождения 13 марта, но и в течение всего года. Запланированы презентации книг, выставки вручения, памятные медали Ейша Чаренц-125, премьера оперного спектакля и другие инициативы. Также будут организованы мероприятия в школе имени Чаренца, а в Союзе художников Армении 13 марта откроется эксклюзивная выставка. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается рекламой. Наша работа направлена на сохранение развития связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддерживать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!